Итоги работы промышленности за 9 месяцев, вопросы кооперации и государственной поддержки обсудили на коллегии Минэкономразвития. Встреча прошла в Торгово-промышленной палате, где собрались руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса, участники ассоциаций и союзов товаропроизводителей. Прогнозы, составленные в начале года, пока оправдываются. Индекс промышленного производства держится в рамках запланированного в 102,7%. Ряд компаний не только наращивают объем отгруженной продукции, но и расширяют свое присутствие на внешних рынках. Успешно проходит диверсификация. Особенно это касается предприятий химической отрасли. С 2018 года Чуваши начнет работу в федеральном пилотном проекте повышения производительности труда. Для участия в программе отобраны пока 11 предприятий. Прежде всего, эти компании претендуют со всеми прочими мерами государственной поддержки, в том числе и на субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным именно тех переоружений, повышения производительности труда. Поэтому список не ограничен. Он может быть расширен. Обращайтесь, мы с удовольствием его расширим. Мы должны понимать, что политика предприятий направлена на то, чтобы увеличение оборота, увеличение заработной платы и увеличение производительности труда. Говорили о мерах государственной поддержки. Сегодня в Чувашии работает несколько масштабных программ, часть которых реализуется совместно с федеральными структурами, часть за счет средств республиканского бюджета. По итогам 9 месяцев текущего года общая сумма полученной предприятиями республики господдержки за счет средств федерального и республиканского бюджета составила почти 395 миллионов рублей. Из них федеральный бюджет 267 миллионов и 128 миллионов – это региональный бюджет. Эта поддержка направлена на техперевооружение, на модернизацию действующих производств, пополнение оборотных средств, которые всегда нужны, на затраты по проведению работ по НИОКР. Также призываем вас активнее пользоваться льготами по налогу на имущество и прибыли организации. Участники коллегии Минэкономразвития обсудили и различные формы производственной кооперации. Сегодня это самая эффективная модель взаимодействия промышленников разных форм собственности. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.